Операцию по спасению автомобильных номеров организовали водители. Накануне из-за буйства стихии на участке улицы Варбекове машины много чего потеряли. Вот каждый ходит ищет свои номера. Солило по фары. Да, тут прям, вчера тут прям вообще фура оставалась. Первый раз приехали, смотрим, на асфальте лежит номер, ну поднимаем, а это оказывается его номер. Потом смотрим эту картину, оказывается тут, ну мы не единственные такие. И, собственно, это, я залез вон в ту лужу, там, оказывается, еще пару номеров лежало. Этот участок затапливает постоянно. Дорогу построили лет 12 назад для удобства автомобилистов. Соединили два проспекта Победы и Строителей. Протягивали путь через пустырь и трясину, предварительно упрятав трубу ручей безымянной. Природа не дает о себе забыть. Проезжая часть в Низине подвержена разрушению и подтоплению. Местность болотистая. Влияет на стояние коммуникаций тоже. Ни утечек, ни прорывов в этот раз не нашли. На машины пензенцев покушались вешние воды. Была проведена работа по чистке ливневой канализации, которая забилась. Ее, в принципе, уже при подготовке к пауту прочищали. Но с учетом того, что много грязи у нас, соль в дорожной сети смывается, соответственно, она немножко подзабилась. Предприняты меры прочистки дренажной трубы. Впоследствии сейчас мы уже можем наблюдать, что у нас вода уходит в ливневую решетку. Вода разлилась метров на 7-8 от каждого края дороги. А когда схлынула, здесь стало можно открывать бюро находок. Накладка, похожий воздухозаборник, заглушка. И если походить, можно найти еще, наверное, несколько десятков частей от автомобилей. Некоторые детали уцелели, и их можно вернуть. Но самая большая ценность номера. За езду при отсутствии регистрационных знаков хотя бы с одной стороны. А штрафуют на 5 тысяч. И есть вероятность, что лишь отправ на несколько месяцев восстанавливать еще та волокита. Поэтому водители рассудили. Лучше покопаться в грязи, но отыскать пропажу. Продолжение следует...